Сентябрь 1985 года. Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала Советского Союза Николая Ивановича Крылова. Молодые курсанты приносят присягу. Среди них 17-летний белорус Александр Чигер, который, сам того не подозревая, в этот самый момент воплощает в жизнь мечту своего отца Сергея Борисовича, который, ни разу не обмолвившись о сокровенных мыслях, никогда ни на чем не настаивая и ничего не требуя, просто хотел, чтобы его сын стал военным. Мать мне уже потом рассказала, когда я уже офицером был, когда я с Казахстана приехал, когда те они вернулись, он уже все равно как семейный секрет был. Сам Сергей Борисович был миллиоратором, воспитывал сына в строгости и дисциплине, прививал трудолюбие. Мама Александра Чигера, Вера Васильевна, всю жизнь проработала бухгалтером. Она живет сегодня в родном городе Житковичи, где и родился Александр Чигер в 1968 году. Большое влияние, как положительное, так и отрицательное, на формирование личности подростка оказывают его друзья. Александру Чигеру в этом отношении повезло. Его всегда окружали настоящие мужчины. Все друзья были старше. Кто-то служил в армии, кто-то учился. Были рядом и достойно ровесники. В пятером бравые парни и поехали поступать в Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Крылова. Была вступительная кампания. И вот мои друзья уже все разъезжаются. Остаюсь я один. Ну, как бы тоже домой хочется. Что там, 17 лет, да? Они валят специально все экзамены. Ну, и остаюсь. У меня экзамен остается математика и сочинение. А у меня покойный учитель, заслуженный учитель БССР, Туровец Григорий Никитич. Ну, я подумал, как это я могу его подвести. Ну, там 20 минут оставалось, а за 20 минут все решаю задание, одну штуку сделаю. Ну, на вечерней поверке уже результаты. Ну, называют, что я 4 получил. Ну, я думаю, я уже останусь. Училище молодой офицер Александр Чигер закончил в 1990 году. По распределению попал служить в Северный Казахстан, город Держаминск. За 4 года на деле зарекомендовал себя отличным военнослужащим. Был вторым номером, мог осуществлять пуски стратегических ракет. Через год после начала службы возглавил группу охраны и обороны объектов. Работал с личным составом. Кстати, опыт работы с личным составом в Казахстане потом сыграет большую роль в службе Александра Чигера. После Северного Казахстана поступало много предложений по поводу дальнейшей службы, в том числе в Москве. Но старший лейтенант Александр Чигер возвращается домой, в Житковичи. Это было в 1994 году. Начинает служить в пожарной части, хотя мог бы пойти и в милицию. В свое время был в двух отрядах. Я юный друг милиции, юный держинец. У нас три друга было, и мы, в принципе, держали весь район юным другом милиции, когда был в отряде. И тем не менее, Александру Чигеру всегда хотелось спасать людей. Поначалу работал инспектором государственного пожарного надзора, потом начальником части. В 1998 году назначен исполняющим обязанности начальника аварийно-спасательного отряда. На тот момент Александр Чигер был самым молодым начальником отряда. На своих сильных плечах он перенес многое. Прошел паводок 1999 года. Потом были серьезные пожары у меня. Турфабрикетный завод горел, ТБЗ Житковичский. Потом лесничество Ляховичское. Там более тысячи гектаров горели леса. Но при помощи наших коллег Гомельских, Менчаня тогда, все гарнизоны боролись с этой бедой. Мы тогда достойно справились. Особенно хочу отметить 1999 год, когда у нас только создалось Министерство по членам ситуациям. И мы работали с белого листа. Но достойно, хорошая оценка была, и руководство страны справились с поставленной задачей. А задача была не из легких. Так, во время сильнейшего паводка 1999 года, когда были потоплены практически все населенные пункты Припятской зоны, необходимо было спасать людей, отселять их, эвакуировать всю домашнюю живность, возводить инженерные сооружения. Невзирая на всю тяжесть ситуации, тогда никто из спасателей не погиб и даже не пострадал. Представляете, если заходишь в дом, и по окна залит водой, и там бабушка сидит на печи, и надо его эвакуировать. Кроме него, там ее скот, и куры, и так далее, и тому подобное животное. Поэтому, где лодками, где по пояс в воде, переселяли, делали это все. На протяжении 9 лет службы в Житковичах Александр Сергеевич Чигир всегда самое пристальное внимание уделял профилактике, ликвидации чрезвычайных ситуаций, качественной и своевременной, без потерь, человеческих и материальных. 2003 год. Смена гарнизона. На этот раз Калинковичем. В Калинковичах у меня уже тоже самое. Пришел на гарнизон, увидел, что надо тоже создавать условия людям, наращивать темпы по работе. То есть отдел в плане профилактики хороший был, оперативная обстановка, но тыл слабоватый был. Поэтому тоже нацелились и на быт, и вот эти вот новые кровли, вот эти нововведения, которые мы практически первые начинали тогда в республике, переходили с мягких на шатровые. В постоянных трудах в Калинковичском гарнизоне прошло 6 лет. Сюда Александр Чигир и сегодня часто заезжает по службе и просто в гости. Здесь ему всегда рады и вспоминают добрым словом. Хозяин, начальник, видно, что вот сказал, значит сделал, и если пообещал, что там и что-то, значит, такая житейская программа помочь, что все всегда не остается в стороне. Он не изменился, он всегда с нами здоровается и всегда приветливый. На протяжении вот уже 6 лет, с 2009 года Александр Сергеевич Чигир высоко несет честь и достоинство работников, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в Мозорском гарнизоне. Гарнизон очень серьезный в плане объектов, которые здесь под охраной у нас, включая нефтеперерабатывающий завод, как основной такой потенциально опасный объект, ну и ряд объектов, которые требуют своего непосредственного внимания. Поэтому там создано было объектовое подразделение по 104, наш пожарно-спасательный отряд, который защищает НПЗ, дружбу нашу, ну остальное, вся нагрузка лежит на наш отдел. В Мозорском гарнизоне около 400 бойцов личного состава. Они служат под руководством человека, который не только с каждого бойца требует максимальной отдачи, но и сам является достойным примером для подражания. В гарнизоне проделана огромная работа по созданию материальных благ для личного состава. И все своими руками. Здесь приведен в порядок тренажерный зал, имеется отличная кухня, в процессе реконструкции собственный спортзал. Закупают только материалы. И всегда первым берется за любую работу начальник Чигер. С детства отец приучил работать на благо человека. Пригодился и школьный опыт. У нас с другом были лучше табуретки, столы, когда еще, помните, труды были такие, предметы в школе. Поэтому все туда пошло. Люблю много сам делать. Деньги на улучшение материальной технической базы в гарнизоне зарабатывают, в том числе занимаясь сносом ветхих зданий и сооружений, совместно с заинтересованными службами района. В 2014 году доход составил более полутора миллиардов рублей. Планомерно ведется в гарнизоне и техническое перевооружение. Строится новая часть в пожарном аварийно-спасательном отряде номер 4 по охране объектов нефтеперерабатывающего завода. Планируется создание новой части путем объединения двух постов. Один на деревообрабатывающем комбинате, второй – новый пожарный аварийно-спасательный пост номер 11 на 24 человека, который был сдан в 2014 году и полностью укомплектован в соответствии со всеми современными требованиями. На сегодняшний день этот пост укомплектован всего на 11 человек. Здесь созданы прекрасные условия для несения службы и отдыха личного состава. Были приобретены два автомобиля пожарных новых, укомплектованные пожарно-техническим вооружением и оборудованием. Это позволяет вывозить намного большее количество огнетушающих веществ к месту пожара и время прибытия к месту пожара. И виды выполняемых работ, которые можно производить, имея это оборудование, и гидравлическое оборудование, специально режущее оборудование, которое позволяет с наименьшим временем привозить эти работы. Ежегодно мозорские МЧСники выполняют все показатели по обучению и пропаганде. Особенно много внимания уделяются занятиям с детьми. В результате воспитанники клуба юных пожарных, получив специальное образование, будучи бойцами гарнизона, всегда находятся на хорошем счету. Самое активное участие Александр Сергеевич принимает в работе смотровых комиссий. Опытом своей деятельности делились с желающими со всей страны. Результат не заставил себя долго ждать. В 2010 году, если у нас по качественным показателям, у нас было около 100 погибших и 12 человек, то в прошлый год у нас было 51 пожар, и на них погибло 5 человек. Мы стараемся сохранить эту тенденцию. Александр Сергеевич Чигир, начальник Мозорского отдела ПЧС, полковник внутренней службы, имеет все награды Министерства по чрезвычайным ситуациям, является депутатом районного совета депутатов, председателем Белорусского общества охотников и рыболовов, председателем Республиканского общественного объединения «Добровольное пожарное общество», мужем супруги Галины, отцом 18-летнего сына Дмитрия и 9-летней дочери Ангелины, а сейчас еще и Человеком Года. Служу Отечеству, номинация, в которой по итогам работы в 2014 году Александр Чигир признан лучшим. Заслуженно? Да, молодежи есть чему поучиться. Смотреть на них, все хорошее перенимать только от них и слушаться их. Хорошие, авторитетные, уважаемые люди, они к плохому никогда не научат и не пожелают. Ну и желаю нашей молодежи тоже, смотрите по сторонам, не берите этот негатив, который есть, а берите только хорошее. И на старых традициях, конечно, воспитывайтесь. Не помешает и взять на вооружение то, чем руководствовался в своей жизни Чигир. Порядочность, самоотдачу и преданность своему делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова